Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. И в нашей студии сегодня много красивых людей. Титулованно красивых. Говорить мы будем о том, что 10-я юбилейная международная неделя моды прошла совсем недавно в Харбине. Это было с 11 по 18 января этого года. И мои гости — это люди, которые имеют прямое отношение к этому событию. Было представлено много стран на этом мероприятии. И Россию представляла Якутия. А Якутию представляли модели, которых отобрал Айел Карякин, который сегодня в нашей студии и вместе в красивой компании. Я, наверное, попрошу каждого из вас представиться, чтобы вы полно о себе рассказали. Айел, давайте с вас и начнем. Меня зовут Айел Карякин. Я продюсер и кастинг-директор в прошлом модель. И очень давно занимаюсь этим, поэтому знаю всю кухню изнутри. Весь мир моды. И у наших слушателей и зрителей есть возможность сегодня заглянуть в ваш мир, в мир моды и красоты. И вообще посмотреть на красивых глянцевых людей. Красота, она всегда на здоровье идет. Поэтому всех приглашаю к сегодняшнему эфиру. И я думаю, что мы все получим сегодня огромное удовольствие. Во втором блоке вас ждут еще гости. Поэтому оставайтесь с нами до конца. Мария, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Мария Лавлинская. Я являюсь директором модельного агентства TIA Models. Вот. И сегодня с нами еще и мои прекрасные модели. И вы еще мисс... Мисс Вторая Вица, мисс Дальний Восток 2013. Да, это важно. Пожалуйста. Меня зовут Аверина Алина. Я модель, состою в модельном агентстве TIA Models. И участница вот этого мероприятия. И участница недели моды в Харбине. Да, и Диана. Меня зовут Барташевская Диана. Непосредственно модель. И тоже участвовала в неделе моды в Харбине. Красивые люди сегодня, повторюсь. Айял, с чего все началось? Как вы отобрали таких красавиц? И сколько вообще было участниц от Якутии? Ну, от Якутии ездили трое. Вот. Как все начиналось вообще? Это все началось с конкурса Этной Раты. Да, я там познакомился с модельным агентством Жираф. Их представителями, с их моделями. Они с Благовещенска. И вот Светлана Никонова. Она вот организатор с российской стороны. Вот недели моды в Харбине. Она сказала, что у нас будет кастинг. Будем отбирать со всей России. Давайте Якутию тоже присоединяйтесь к нам. За что я ей очень благодарен. Вообще благодарен за конкурс Этной Раты, который проходил у нас международный. Да, у нас во время осахов. В 2002-м. Ой, в 2022-м. В 2022-м, да, было. И, в общем, да. Мы с Марией и с Таймоделс работаем, сотрудничаем уже давненько. Давно. И вот сказал, поступило предложение. У меня вот к Соботову модели, увы, пока мало, которые вот могли бы поехать. Давай организуем. Ну и вообще объявили со всего Якутска, что... А дальше уже вот. Ох, непростая задача, потому что в Якутске очень много красивых девушек и разной внешности. Как вы отобрали, наверняка вам было непросто. Ну да, требования были достаточно высокие. То есть девушки от 175 сантиметров с идеальными параметрами. Вот. У нас было достаточно много претенденток. Ну и, соответственно, вот мы всех отсняли. И готовые материалы направили уже непосредственно в Благовещенск. Они, я так понимаю, в Китай. Да. Да, и выбирал уже Китай. А участие в таких мероприятиях для самих моделей, это что? Что для них вот... Огромный опыт, прежде всего, пополнение портфолио. То есть для любой модели это такая большая честь. Вообще про модельный бизнес разные говорят, да? И даже бывает такое, что не считают это работой. Хотя на самом деле это огромный труд. Уметь вот держать своё тело в красоте, своё лицо. Понимать, что ты публичный человек. Из чего состоят, девочки, ваши будни? Праздники мы видим. Мы видим, как вы красиво дефилируете на подиумах. Наслаждаемся этим. Что за этим стоит? Именно вот во время недели моды или вообще в повседневной... Расскажите про неделю моды, а потом можете рассказать о том, как шла ваша подготовка, чтобы достойно представить Россию. С чего хотите, начните. Ну, на неделе моды мы очень много времени по вечерам уделяли себе. Это всякие процедуры. Просто себя настраивать на... А что за процедуры, косметологи с вами доработают, зарядка? Нет, мы сами. Сами? Сами приводили себя в порядок. Да, мы очень много работали. Приходили в номер в 12, в час ночи. И всё равно мы делали массаж, маски. И вообще всё, чтобы на следующее утро, да, в 6 утра уже быть как огурчик. Да, то есть у них был очень такой напряжённый график. Они рано вставали, и вот всё время показы, репетиции и так далее. То есть свободного времени особо не было. И вот по вечерам они ещё успевали привести себя в форму обратно, чтобы с утра опять быть как звёздочка. То есть это мало сна? Очень мало сна. Очень мало сна. Да, мы спали там 4-5 часов. Ну, в первые дни. Потом мы спали 6, но этого всё равно было мало. Мы, считай, были около 12 часов на каблуках. Очень уставали, болели ноги. Вот ещё по вечерам мы делали массаж ног, массаж тела, чтобы просто стоять. Слушайте, ну такой труд, правда, вообще. Это нужно постоянно трудиться над собой. То есть вы не можете расслабиться вообще никогда. Есть такие дни, когда прям отсыпаетесь, или это тоже так? Нет. Нет, у нас не было отдыха. Почти. Вот только когда всё закончили, все кастинги, все показы прошли, мы приходим в номер и уже уделяем время себе. Диана, вам что запомнилось на этой неделе моды? Что произвело на вас впечатление? Ну, вообще, сама поездка меня очень сильно удивила. То, что меня выбрали, то, что я поехала. Вот. Мне запомнилось очень много интересных людей. Вот почему-то конкретно на людей у меня даже, не на сам город. Мне понравился один, ну, у нас называют их «Тамада», а вот я не знаю, как у них. Нет, я тоже не знаю. Ведущий, наверное. Ага, ведущий, режиссёр, да. А вы выбрали уже свою профессию, это ваша профессия, вы прям будете вот в этом развиваться и расти, или вы как-то параллельно приобретаете ещё какую-то другую профессию, допустим, профессию ведущего, раз вот вас привлекла такая ипостась? Ну, насчёт профессии я ещё до конца не определилась. Я учусь в одиннадцатом классе и пока что думаю об этом. Ну, а так, да, хочется развиваться в модельном плане. Тогда зачем вам модельный бизнес? Для чего он вам? И делится ли как-то ваша жизнь до того, как вы туда пришли? И после того, как вы туда пришли? Или нет такого? Жизнь делится, да, надо и после. Это очень прибавило уверенности, это подняло самооценку. И вообще это был очень большой толчок, чтобы продолжать работать в этой модельной сфере. Конечно, хочется ещё раз слетать. Была очень, ну, правда, большая честь представлять Россию. Да, да. Тем более было настолько много дизайнеров, они были все с разных стран. То есть прям вообще знакомства, мне кажется, тут очень полезны даже в плане дальнейшего развития в моделинге. Насколько популярно вообще в нашем городе модельный бизнес? Быть моделью. Насколько популярно и интересно? Очень громко сказано, что модельный бизнес. Бизнес – это когда приносят большие деньги, конечно. А как правильно тогда? Модельная профессия? Ну, вообще в мире называют его моделинг просто, да. Просто моделинг. Бизнес – это уже более старое такое понятие, да, от 90-х годов. Да, кстати. И, ну, в моделинге, во-первых, да, у нас многие думают, что это, ой, господи, прошел, прошлась там по подиуму, сфотографировалась вся такая, такая прекрасная. Но это очень, очень большой труд. Наверное, мы так думают те, которые ни разу на подиум не выходили. Да. Даже чаще всего те, кто никогда не фотографировался на профессиональных фотосессиях. Да, да, потому что люди ходят такие. Я так устал. Да, и вот тем более в провинциальных городах, да, моделинг, он такой вот более тепличный. Вот девочки скажут, да, потому что если сравнить с нашими показами и с международными, это совсем другое дело. Да, да, все-таки это страшный большой труд, особенно, когда тебе такой кастинг-директор злой, как я, говорит, два сантиметра, ты что? Надо убрать, завтра чтоб ехать не было. У нас все-таки в моделинге не в килограммах дело, а в параметрах, в сантиметрах. Вот, все-таки, все-таки сейчас говорят diversity, diversity, то есть модель plus size, но все-таки это единицы. А если даже plus size едет, вот у меня из Беларуси, моя очень хорошая знакомая, она модель plus size работает, она вот конкретно для шейн, модель шейн. Ей даже говорят, вот тут надо вот столько убрать, столько убрать. Ну, мы... Все-таки, наверное, мы привыкли, да, что модель должна быть стройной. Больше вот к этому привычка у нас видеть такое. Можно ли сказать, что на международной неделе моды в Харбине наши модели произвели фурор? Мне почему-то так показалось, когда я смотрела вот эту информацию. Да, ну, я все-таки очень давно в моделинге, поэтому я знаю, как это... Ну, тем более, в Китае работал, да. Я первый манекенщик с международными контрактами из Якутии, да. И поэтому я знаю, где все смотреть, у кого что модно, и какие-то вот прямые включения. Да, я смотрел и был очень рад, когда находил своих девочек, ну, наших девочек, своих, уже родные наших девочек. И это было очень приятно, смотрел, фотографии там какие-нибудь находил. Ну, то есть... Фотографии, видео действительно великолепные. И я видела и на вашей странице, и наши зрители сегодня посмотрят, и, я думаю, вряд ли найдутся те, кто равнодушен. А что приобретает девушка, которая приходит в моделинг, да, и занимается вот этой профессией? Чему она обучается вот в вашем агентстве? Ну, прежде всего, это раскрытие себя. То есть ты узнаешь свои лучшие стороны и не только в плане внешности, но и во внутренней какой-то своей части. То есть очень многие девчата чего-то стесняются. Там у кого-то, может быть, немножко торчащие ушки. Хотя я считаю, что это очень красиво, это твоя определенная изюминка, за которую тебя, может быть, очень сильно полюбят. И, наоборот, какое-то агентство именно поэтому с тобой захочет работать. Вот. То есть мы стараемся девчатам объяснить, что какие-то твои минусы, которые ты считаешь минусами, может быть, тебе в детстве кто-то сказал что-то не то. Это, наоборот, твой огромный плюс, который нужно ценить и использовать на максимум. Вот. Но модель это все равно, это красиво. Вот каково, девчонки, вам быть красивыми? Для красивой девушки есть какие-то сложности? Или, может быть, что-то мешает? Вот уже то, что ты модель, то, что ты красивая. Может быть, в каких-то моментах это, наоборот, какие-то сложности для вас создает? Нет, нет. Никаких сложностей. Парни, говорят, не всегда могут подойти к девушке, когда она очень красивая, когда она титульная, стесняются. Правильно, зачем трусы нам нужны. Да. А я вот дополню немножко Машу, да, для меня, как для кастинг-директора, очень важна какая-то изюминка, да, смотря куда я набираю, от заказчика тоже зависит. Вот, и очень хочется сказать заказчикам, пожалуйста, перестаньте снимать своих родственников и своих друзей. Лучше заказывайте профессиональных моделей, потому что у моделей есть немножко актерского мастерства тоже. Вот, и не стесняйтесь своих недостатков, сделайте своих недостатков с достоинствами. Ну, все-таки все равно, вот мы во втором блоке будем говорить о конкурсах красоты, так же и модельный бизнес, отбираются модели определенных стандартов, все равно это должен соответствовать, какие-то вот эти рамочки входить, все равно мы видим, вот это красиво, да. Но в то же время получается, что и в модельном бизнесе какая-то твоя индивидуальность, она может просто быть вот такой вот крутой фишкой. Совершенно верно, да. У нас остается не так много времени до конца эфира. О чем нам лучше поговорить? Все-таки о том мероприятии, которое мы обозначили основной нашей целью, да, это 10-я юбилейная международная неделя моды в Харбине, которая прошла с 11 по 17 января, и где наши модели представляли, якутские модели представляли Якутию и Россию. Давайте, может быть, попросим вас, девочки, как участниц, рассказать и Марию о том, как это все прошло, и в итоге, что вы чувствовали, была ли достигнута ваша цель? Как вас встретили в школе? Да, и вот, может быть, как вас встретили в Якутске? Ну, как это происходило, то есть мы туда приехали, переночевали, и вот с утра началось то, что сначала у нас были кастинги, потом нас отбирали, и в день было по два показа. Вот, с утра еще были репетиции, и непосредственно мы на них иногда опаздывали чуть-чуть. Вы представляли наряды каких-то определенных стилистов, да? Или как? Да, дизайнеров. У вас кто, допустим, был? У каждой? Там было очень много дизайнеров с разных стран, но вот больше всего мне запомнилось открытие. Был дизайнер Фредерик Ли, у него была очень потрясающая коллекция золотая. Золотая? Да, они были прям все как будто золотом убиты. То есть, получается, есть определенное количество девушек-моделей, да? И вот сами дизайнеры, они смотрят, дизайнеры из разных стран, они смотрят и для своей коллекции, да? Они выбирают моделей. Да, у нас по утрам были кастинги, нас всех выстраивали в ряд, просили пройтись, подефилировать, и уже сам дизайнер выбирал, да, кто ему нужен для коллекции. И тогда у модели появляется статус, что я представляла модели вот такого вот дизайнера, да, из такой страны. То есть, получается, вы даже как будто бы эту страну представляли. Можно так сказать. А вы тогда какую страну, получается, дизайнера из какой страны? У них много было. Много. У нас каждый день по два показа было, и все страны разные. Ничего себе, да вы что, ну это вообще очень... Я же с Россией была девушка. Да. Вот с Сингапура стояла, с Вьетнама были дизайнеры. Да, почти. С Франции. С Франции мира, да. Да. Ну слушайте, ну есть что вспомнить, есть что рассказать, однозначно. А было такое, что вы бы хотели какого-то дизайнера модели продемонстрировать, но он вас не выбрал? Не было. Ну это вот прям... Ну это же жестокие мобилии. Ну либо же меня уже отобрали на то или иное время, и я не могла это разделиться. То есть вас выбрали, но вы не смогли... Попасть туда, например, куда бы хотела. Было очень обидно, да? Ну, все равно, как бы, то что... Я, по крайней мере, выступала каждый день по два показа. Каждый день у меня было по два показа. То есть, можно сказать, я на всех побывала. Плох тот солдат, который не мечтает, да? Нет ли у вас, допустим, вот таких планов, как у Айала, от модели прийти к статусу стилиста-дизайнера? Ну, наверное, нет. Я пока что об этом не думала. Только, ну, я, правда, об этом не думала. Остаться моделью, скорее всего, я бы выбрала. А что самое приятное в вашей работе, в вашей профессии для вас? Самое приятное? Ну, выход на сцену. Он заряжает. Да, очень. Ты когда стоишь за кулисами, это просто непередаваемые ощущения. Ты стоишь, собираешься, и когда ты видишь этот длинный подиум, это не обязательно. Ещё эти софиты, да, и все щёлкают камерами, да, смотрят на вас такое количество глаз, энергии человеческой. А что самое сложное в вашей профессии? Терпеть. Терпеть. Ты хочешь спать, у тебя болят ноги, но ты должен всегда выглядеть идеально. Не показывать, да, ждать, не показывать вид, что ты устала. Вообще, моделинг – это ожидание. Всегда ожидаешь. Ожидаешь кастинг, ожидаешь ответа от кастинга, ожидаешь, когда у тебя фитинг будет, когда у тебя репетиция, потом уже само вот это мероприятие. За кулисье. Да, мы очень долго ждали, пока нам подберут наряды, мы даже спали там в коридорах от усталости. Это привычная идея. Любая свободная минута. Все нам говорят, спите больше, спите больше, а тут люди, которые почти не спят, выглядят идеально. Она с такими вообще веки абсолютно идеальными. Ответственность. И начинаешь уже сомневаться, может, правда, по три часа спать и как-то лучше выглядеть. Спасибо вам большое. Я рада, что вы сегодня пришли в нашу студию, украсили ее с собой. Я вас поздравляю с таким выходом на такой международный подиум. Спасибо за то, что вы достойно представили и Якутию, и Россию. У нас остается буквально одна минутка. Может, кто-то хочет что-то сказать. Нам вообще благодарность Светлане Никоновой, Жирафу, агентству. Но они вообще молодцы. Если бы не они, мы бы и мимо пролетели. Самое главное, что есть люди, которые поддержат, которые всегда откликнутся, и с которыми в одной теме приоритеты одни. Тогда и легче общаться, и легче продвигать такую красоту. Пусть видят, какие красивые девушки в Якутии, в России, пусть видят во всем мире. И пусть дизайнеры стоят в очереди для того, чтобы вы продемонстрировали их коллекции. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Слушатели и зрители, оставайтесь. Мы во втором блоке продолжим говорить о красоте. Будем говорить о истории конкурсов красоты вместе с Аялом. И мы ждем еще пополнения нашей студии «Красавец». Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. И в нашей студии «Красавец» прибыла. Причем не просто красивых девушек, а титулованных «Красавец». И я сейчас в этом блоке хочу передать слово своему соведущему. Аялу. И мы будем говорить о конкурсах красоты, об истории конкурсов красоты в Якутске. Аялу, пожалуйста. Ну так. Здравствуйте. Представьтесь для начала. Добрый вечер, радиослушатели, телезрители. Разрешите мне представиться. Меня зовут Лариса Романова. Я первая вице-мисс Якутия 97-го года и вице-мисс международного конкурса красоты «Мисс Центр Азии» 99-го года. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Меня зовут Ефремова Александра. Я вторая вице-мисс Якутия 98, вице-мисс Якутска 90, виртуальный Якутск 99. Ну, в прошлом модель Айко, а в настоящее время я руководитель тендерного отдела управления Росгидромета Республики Саха. Спасибо большое. Я пять копеек свои ставлю, немножко запыхалась. Кроме того, что девушки очень красивые, голоса какие шикарные. Не могу не отметить, потому что радиошник. Так они еще не только красивые, еще и умные, оказывается. Вообще это бесспорно. Ну что ж, у нас сегодня тема передачи «История конкурсов красоты». И мой первый вопрос к Ларисе, наверное, да? Ты все-таки была первая, кто ездил на международный конкурс именно от Якутии. И тем самым открыла путь для остальных. По воле и судьбе я являюсь первооткрывательницей для якутских наших красавиц. И поучаствовала в таком конкурсе международного уровня. То есть до меня ни единая еще якутская красавица нигде не участвовала. То есть на тот момент спонсоров не было. Все искали сами. Билеты на тот момент мне было 19 лет всего. Билеты родители покупали, гостиницы. Это было все за свой счет. Но было желание и стремление участвовать. И достойно представить республику, что я и сделала. И вошла в тройку самых красивых девушек Азии на тот момент. И сейчас это котируемый, кстати, конкурс. Поэтому я не подвела свою родину. Это здорово. Такую красоту нельзя прятать. Правда, я? Нужно показывать. Так, ну а что вообще дает конкурс красоты? Что вам дал лично? Лично для меня это уверенность. Это школа. Не только школа, как себя показать. Умение краситься. Это подача себя. Умение говорить. Потому что, как вы знаете, конкурсы бывают и творческие. И все равно идет контакт с зрителями. Это подача себя. И целеустремленность. Потому что быть красивой и достойно представить республику, родину, это работа прежде всего над собой. То есть не подводить родину. И что я делаю до сих пор. И я сейчас очень котирую моя модель. И могу наравне с 30-летними и моложе моделями принять участие во всех показах и фотосессиях. Это очевидно. А так Александра? Ну, безусловно, это, конечно, опыт огромный. И, как Лариса уже сказала, это придает уверенность в себе. Конечно, это очень сильно прокачивает самооценку. Безусловно. Потому что избавляет от детских комплексов, между прочим. Потому что мы участвовали. А будучи в таком нежном возрасте, 15-летнем, естественно, у девочек, у подростков в этом возрасте бывает масса комплексов. И поэтому это, знаете, как перебороть себя еще, в какой-то степени переступить себя. То есть сделать такое, как бы «я могу». То есть избавиться от, допустим, страха выйти на публику. Вот так. Это первое. Во-вторых, ну, конечно же, это такой стартап, конечно, в любом случае. Как можно сказать, волшебный пендель. Который помогает в жизни, безусловно, помогает во всем потом. Просто по жизни, так как уже ты в себе уверен, не боишься каких-то там моментов, да, вот таких сложностей. Потом это, в-третьих, это большой, ну, как сказать, просто колоссальный круг новых знакомств. Что то же самое, тоже это очень сильно помогает в жизни. То есть, допустим, вот с девочками, которыми мы познакомились, с участницами конкурса, организаторами конкурса, не знаю, там, стилистами, модельерами и так далее. Мы с ними поддерживаем до сих пор связи, очень теплые, очень добрые. Вот, с девочками мы регулярно встречаемся, дружим. Вот, не буду называть имен, но я думаю, что все и так поймут меня. Вот, мы очень дружны до сих пор. У нас очень теплые, вот, хорошие отношения. Это очень здорово. Так, у меня еще вот такой вопрос. Как считаете, почему в Якутии главный конкурс проводят с интервалом таким большим, да, и вот недавно прошедший конкурс обесценил стой значимый в прошлом титул. Ну, очень такой церковный вопрос. А вы поясните, пожалуйста, Ялл, потому что я, например, не в курсе. Вот какой интервал большой, что это означает? Один раз в год или как? Ну, нет, сейчас интервалы были вообще. Поскольку-то лет сейчас уже, да? Да, уже поскольку-то лет у них там интервалы большие. Было раньше, один раз в год, как будто мы привыкали, что будет каждый год какой-то конкурс красоты. До 2016, ой, 6-го, кажется, да, до 2006-го, и после этого как бы перестал существовать конкурс, так таковый, как Мизикукин. Нас баловали тогда, были обычные конкурсы красоты, да, ну, в смысле, как обычные, к которым мы привыкли, и виртуальные добавлялись, да, еще? А потом действительно был долгий такой перерыв. Да. А красавец-то у нас много. Почему он так расценился сейчас, вот, после последних конкурсов? Именно титул, Мисс, как вы считаете? Ну, такой провокационный вопрос, на самом деле. Мое мнение, что лепту, скорее всего, внесла пандемия, поэтому редко стали проводить такие вот массовые мероприятия, и это только-только вот, начиная мы в этот образ, как мы жили до пандемии, да, входить. Быть безжилой, да, как говорится, уже про красоту, видимо, все правильно. Больше, наверное, сейчас, как бы, акцентируются на виртуальные какие-то конкурсы, да. Мое мнение по прошлому региональному конкурсу, вот, я особо не наблюдала, то есть, да, я... Для меня, как для первой Мисс, да, это Мисс Якуча, хоть вы там меняете названия, да, меняете... Вот для меня, вот, Мисс Якуча, самый основной, и те, которые сейчас на слуху, это вот первые красавицы, это вот мы. Я не буду называть имен, которые сейчас очень активные, самодостаточные, у всех свои какие-то бизнесы, там, я, допустим, работаю в авиации уже лет 15, вот, да, то есть, они нас сейчас на слуху. А то, что вот было, ну, извините, я таких пока имен еще не слышу. Это мое личное мнение. Ну, вообще, мне кажется, что не только конкурс Мисс Якуча теряет популярность, как бы, а вообще конкурсы красоты по всему миру, как бы, да, как мы знаем, то, что даже Мисс Мира уже не настолько популярен конкурс, за ними и так следят уже пристально, как бы, как раньше. Кстати, да, хороший вопрос, да, почему вот красавицы-то не перевелись, желание смотреть на красивое тоже? Желание смотреть на красивое отношение, ну, там уже политика, то есть, там вмешивается политика, допустим, за рубежом, да, эти конкурсы политизированы, там идет борьба уже не красоты, да, там какая-то женская, внешняя, внутренняя и так далее, а там идет уже борьба за равноправие там полов и так далее. Ну, то есть, вот такие вот уже проблемы, как бы, да, которые немножко уже отдаляют, как бы, от истинной цели вообще этого конкурса. Вот, в России, да, то есть, наш конкурс красоты, они ворвались просто в нашу жизнь, да, в 90-х годах, получается, в середине 90-х, вот, это все после развала Советского Союза, да, то есть, это было таким прямо мейнстримом вообще просто, да, конкурсы красоты. Стали проводиться повсеместно, любой, там, я не знаю, уважающий себя, даже, там, вуз, школа, там, я не знаю, вот, как бы, обязаны были обязательно развод провести конкурс красоты. Сейчас такой ностальжи идет по этим 90-м, да, почему-то, вот, и мы как-то, как будто бы в тему, да, вот, с этими конкурсами, как раз вот было, хотя, такое ощущение, что, глядя на вас, что это было вчера, вообще, вы так прекрасно выглядите, не могу не сказать. Благодарим, но на тот момент мы совсем были юные девочки. Да, 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 ну вы выглядите, как юные девочки, у нас есть звонок, наушники попрошу гостей тоже надеть, или можно приложить вот так уху, вы будете слышать, просто можно приложить. Алло, здравствуйте. О, здравствуйте, добрый день, Чеслана. Здравствуйте. Добрый день, участники передачи. Валерий Иванович? Добрый день. Валерий Иванович, Чеслана сразу узнает. Ага, давненько не слышал у вас голос. Ну, Светлана, как всегда, я всегда поражался вашим профессионализмом. Большое спасибо. Вот, наверное, никто не сообразится, кроме вас, Светлана, вот, создать вот такую передачу, это же класс, просто я не отрываюсь, вот, сижу, мне бы сейчас с вами там находиться бы хоть на минуту. Ой, не говорите. Это самое красивое, самое, что есть королевы красоты, Светлана. Это, такие передачи очень редко бывают, совсем. А я вот слежу и мировые вот эти конкурсы красоты, и наши домашние, очень красивые. Я всех девчонок поздравляю, желаю здоровья, успехов им, и еще красивее быть. Ну, дальше некуда, наверное. Это правда. И считая их вот от сердца, от души всех патриотками. Вот настоящие сейчас СВО патриоты, сейчас экономика патриоты, правительство патриот, а девчонки-то тоже у нас патриотки. Все, они республику защищают, они России защищают, они на международном, вон, в Азии участвуют, везде. Они самые патриотки. Поэтому я преклоняюсь перед вами. Ну, и в порядке шутки, вот Аяву скажу. Аяв, возьми меня к себе. С удовольствием. Аяв, возьми меня к себе, помощник там. С удовольствием. Проходите. Я бы находился там и помогал бы, и с девчонками бы хоть 15-20 минут бы побыть. Спасибо вам огромное. Успеха. Всего доброго вам. Валерий Иванович, спасибо вам большое за такой теплый звонок, за внимание. Спасибо огромное, безумно приятно. Ну, а лавры за сегодняшний эфир – это Аяву Аяву Корякину, стилисту, продюсеру, кастинг-директору Якутска. Потому что он сказал, что нужно эту тему осветить, сказал об этом в соцсетях. И не то, что нужно, необходимо рассказать, да, и о том, что у нас есть такие красивые девушки. И первый блок у нас был посвящен международному мероприятию, которое прошло недавно. И зрители сегодня, я думаю, получат огромное удовольствие, потому что вы очень красивые, действительно. Такая кожа нежная, такой шикарный макияж. Глянцевые люди просто сегодня у нас в нашей студии. Большое вам спасибо. Я сижу и наслаждаюсь. Красота, она же продлевает жизнь, правда? Светлана, извините, я добавлю, красота – это труд, прежде всего. Вот труд над собой. Это мой режим. Встать в 5 утра, заниматься спортом, растяжкой, фейслифтингом, питанием обязательно. Конечно, красота, прежде всего, это дисциплина. Потому что, конечно, красота, прежде всего. А так себя такое слышать? Я знаю, как она кушает. Всё вот это вот. Позволяешь себе в любом случае. Ну, это значит, природа генетика ещё плюс. Сбей любимой не позволит. Ну, это же, вот чуть-чуть же можно. Правильно, наш слушатель Валерий Иванович сказал о том, что вы действительно патриоты, патриотки. Потому что вот так жить, в таких, получается, ограничениях, постоянно понимать, что ты себе должен в этом отказать, в этом. Я, например, так не могу вообще себе отказывать. Ну, это всё не видно. Для того, чтобы представлять Россию, Якутию на вот таких вот сценах. И заявлять вот так о нашей республике красиво. Поэтому большое вам спасибо. Действительно, я прям благодарна Валерию Ивановичу за звонок. Как-то он так хорошо подметил. Аяло, извините, перебила вас. Ага, так. Ну, и у меня вот всё-таки вы участница в 90-х годах, когда только первые конкурсы появились вместе в Куте. И у меня вот такой интригующий вопрос. Всегда ходили, был такой стойкий стереотип, что мужчины в малиновых пиджаках покупали титулы. Так ли на самом деле? Сколько стоило ваша еда? Я понимаю, что они добились, но подшучу. Поэтому и спрашиваю. Да, подшучу. Да, ну хорошо. На самом деле, вот конкурсы красоты, да, как понятие, оно вообще всегда неразрывно было связано с какими-то скандалами, провокациями, интригами, расследованиями, да. Ну, это неотъемлемая прям часть. Вот. А, ну, собственно, наверное, всё-таки это прерогатива больше каких-то более масштабных конкурсов, да. Россия, там, где действительно девочки борются, да. Там борьба идёт, война просто, да, наверное, не на жизнь и на смерть. Вот. Не знаю, я вот, ну, как сказать, никогда такого не замечала на самом деле. Хотелось бы вам что-нибудь рассказать такое скандальное. У нас, наоборот, все как будто дружат, да, на эти конкурсы. Да, 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 между прочим, очень большая идёт поддержка у девочек. Ну, вот так, кстати, тоже такие же стереотипы же ходили, что вот конкурентки друг друга там стекло сыпали, да. Дело в том, что если скандала нет, то нужно его придумать, правильно, поэтому... Всё-таки ты думаешь, что это всё-таки... Я думаю, что это, по большей части, для какого-то подогрева, разогрева публики, подогрева интереса к этому, ну, то есть вот... Всё-таки, да. А видите, народ хочет интриги, хочет жареного, чего-то такого, и, видимо, что-то, может быть, иногда и придумывают, чтобы удержать внимание. Ну, конечно, да, и хайп в то время тоже был. Я добавлю это, наверное, не сейчас, не за этим, а очень круглым столом. Где-то в домашней обстановочке можно было и рассекретить какие-то либо нюансы, интригу здесь создать. Поэтому я... Так, это уже в вечернем эфире. Да, я хочу зрителей... Смотрите на Казаха и слушайте радио. Перчинку сохраню. 18 плюс. Да, да, да. И вот хочу повториться ещё, конечно, что мы участвовали, когда мы ещё были школьницами, мне было 15 лет, я училась в 10-м классе. 15 лет, вот, не знаю, вот как сейчас, да, но в те времена, как бы, да, в 90-е годы, да, у нас было достаточно серьёзное такое воспитание, как бы, можно сказать, ещё советское, да, родители учителя, то есть там, ну... Северные бабушки. Да, да, да. Ну, даже там с мальчиками не общались в это время, а какие люди были на их пиджаках? Да, я участвовала, мне тоже 16 лет было, то есть я глубоко из интеллигентной семьи, я из династии Кулаковских, вот, поэтому о чём речь, какие мужчины, какие бордовые, эти пиджаки бордовые, мама, а ты где, папа, а ты где? Поэтому даже и мысли, и... У нас остаётся минуты до конца эфира, может быть... Да, пожелания, наверное... Что-то хотите сказать ещё? Вы всё-таки сейчас до сих пор в такой форме, вы... Шикарно. Да, работаете как модели, и вот, наверное, моделям, да, и моделям, и тем девушкам, которые хотят участвовать в конкурсах красоты. Девушкам, которые сейчас там модели, или хотят стать моделями, может быть, вот, даже вот сейчас в каком-то возрасте, не модельном уже возрасте, я хочу пожелать, чтобы... Что сейчас вот модельный вес, он немножко стирается границы, да, как бы уже стирается границы возрастов там и так далее, весовых категорий. Вот, поэтому дерзайте. Достоинство. Стереотипы. Сохраняйте женское достоинство и красоту. Спасибо большое. Да, из того, что я узнала, модельный бизнес учит заботиться о себе. Всем спасибо большое. Хорошего вечера.